Шесть команд из пяти стран Беларуси, Украины, России, Армении и Азербайджана стали участниками 12-го международного турнира таможенных служб по мини-футболу. Брестская таможня традиционно уступает организаторам любительского соревнования. Руководство Бреста поддерживает эту инициативу, которая служит не только укреплению дружеских связей между странами, но и развитию футбола в целом. Город Брест имеет не только хорошие футбольные традиции, но и имеет хорошие футбольные амбиции. Только недавно мы отметили командырочное выстреление Диего Марацони, который придал поехать в Красницу Жениться к себе на родину. Сейчас мы активно строим футбольные объекты, я имею в виду футбольный манеж. И в планах у нас большое строительство большого футбольного стадиона для большого футбола. Но большинство футбола состоит из многих слагаемых, в том числе из таких замечательных мероприятий, как Эрн. За 12 лет проведения турнира состав команд-участниц менялся. После 9-летнего перерыва вернулась в игру команда Азербайджана. Изменился и уровень спортсменов. Вместе с тем по-прежнему дружеской осталась атмосфера самого турнира. Уровень спортсменов растет с каждым годом, потому что вот именно тот накал, те страсти, которые были в предыдущих турнирах, они, конечно же, продвигают этот вид спорта. И здесь уже не только спортивный задор, но и какая-то, может быть, спортивная злость уже присутствует, потому что принципиально они уже приезжают, они настроены все, все абсолютно настроены. И здесь не важно, кто из какой страны прибыл, ребята знают друг друга, они уже давно дружат, они переписываются постоянно. Пять дней большая арена Дворца спорта «Виктория» будет наполнена жаркими футбольными баталиями. Команды сражаются по круговой системе. Беларусь представляет сразу две сборные – республиканского предприятия «Белтаможсервис» и государственного таможенного комитета, который является рекордсменом по числу побед в турнире – шесть титулов за 11 лет. Не собирается сдавать позиции и действующий чемпион команда таможенной службы из Армении. Я всегда очень высоко оценивал своих соперников. В прошлый раз даже больше оценивал, но нам удалось. А на этот раз мы будем тоже бороться, но победит всегда сильный, я так думаю. Всегда сильный победит, а единственное то, что соединяет нас это все, это дружба соединяет, это служба соединяет, и это, как говорится, наше общее дело. Сегодня команда Государственного таможенного комитета Беларуси уверенно занимает вторую строчку турнирной таблицы. Борьба же за главный титул развернется в пятницу, 15 сентября, в игре с командой России. Ирина Альшова, Андрей Щербантов, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.